Валентина Михайловна одна из тех, на кого обычные жители города редко обращают внимание. Но иногда дворниками и уборщиками оказываются очень интересные люди. Пенсионерка 40 лет проработала учителем географии в одной из омских школ. Воспитала внуков, теперь захотелось поработать физически, для здоровья. Нельзя не отметить, что несмотря на грязную работу, Валентина Михайловна излучает поразительное добродушие. Меньше намного стало окурков. Я бы не сказала, что люди у нас какие-то такие хамы. В основном вежливые и кто-то часто ходит через переход, здороваются. За своих уже считают, что мы убираем чисто, ну и все хорошо. 125 тысяч квадратных метров – такова площадь обслуживаемых объектов, учреждения по эксплуатации внешнего благоустройства. 7 городских мостов, 9 путепроводов и 17 подземных переходов. Сейчас идет завершение подготовки к зимнему сезону. В течение года проведен аварийно-восстановительный ремонт, покрашены бордюры, перила, заготовлена соляно-песчаная смесь для борьбы с гололедом. Для безопасности в переходах на ступенях установлены резиновые коврики. Готовая техника. В общем, эту зиму городские службы ждут во всеоружии. Большое, так сказать, достижение, что в этом году мы выполнили ремонт асфальтного покрытия на трех таких важных магистральных мостовых сооружениях. Это Ленинградский, Юбилейный и Октябрьский. Ну и сейчас вот события у нас все-таки Олимпийский огонь девятого. Сейчас вот мы, хотя в условии тяжелые, но промываем бордюр награждения, чищаем от грязи, где-то наводим порядок. Каждый день 95 сотрудников предприятия, кому-то 20 лет, кому-то 60, выходят на улицы города, чтобы сделать их чище. Мы редко можем их встретить, потому что работают они в то время, когда все еще спят. На график такие, как Валентина Михайловна, не жалуются. Единственное, говорят, жалко, когда какие-нибудь хулиганы нарочно портят городское имущество. Наэль Бурбар, Александр Филиппов, Антенна 7. Продолжение следует...